В микрорайоне Купеленка состоялось долгожданное событие. Работы по вводу в эксплуатацию новой канализационной насосной станции, построенной на месте локальных очистных сооружений, вышли на финишную прямую. Заместитель главы администрации муниципалитета Александр Усков рассказал собравшимся, что в ближайшие полтора месяца к централизованной системе канализования постепенно будут подключены микрорайоны Видный берег и Эковидное. В этот же самый момент два существующих аэротенка объемом тоже 2500 кубометров будут опустошены и, соответственно, они прекратят свою деятельность. На представленной схеме наглядно показано расположение коллекторов, проложенных из этой точки до центральной КНС на улице Старо-Нагорная. Главный инженер Видновского ПТО городского хозяйства объяснил технологию работы оборудования. Позволяет откачивать в сутки по проекту 2500 метров кубических, что составляет как раз нагрузку данных двух микрорайонов. Но мы можем, в принципе, коснуть и больше. По просьбе жителей резерв заложили сюда изначально, и фактически он реализован. Сейчас начинается период пуска наладочных работ, и уже к концу года система будет функционировать на полную мощность. Главе муниципалитета продемонстрировали пробный запуск насосов. То есть это вот так и будет происходить? Я имею в виду потешение? Да, абсолютно. Пишу. Вот так же, да? Да. Строительство КНС в Купеленке – важный проект, затрагивающий интересы многих жителей. Поэтому он находится под надзором регионального правительства. Всех поздравляю с этим завершением первого этапа. Но работа предстоит еще большая, и мы держим на постоянном контроле решение этого вопроса для жителей данного микрорайона. На протяжении всех этапов возведения новой станции администрация муниципалитета взаимодействовала с жителями и отчитывалась о ходе проведения работ. Сегодня мы увидели уже, в принципе, отлаженную работу кондиционно-насосной станции. 20 декабря полным циклом все 25 домов будут подключены, и стоки будут перекачиваться в городскую кондиционно-насосную станцию, которая дальше перекачивает их в московские очистные сооружения. На месте старых локальных очистных сооружений в будущем году запланировано проведение благоустройства.